Друзья, всем привет еще раз! И у нас в гостях Екатерина Агнерубова, менеджер агентства Горячих путевок в Пятый океан, и она только-только-только сегодня рано утром прилетела из Египта из Шарма-Шейха. Доброе утро! Доброе утро! Ну как вообще самочувствие после такого перелета, как отдых твой? Ну, это было, точнее, не отдых, а все-таки работа, потому что пять дней в неделю мы смотрели отели, в день пять-шесть отелей, это нужно посмотреть всю территорию, посмотреть самый ближайший номер к пляжу. Ну, впечатление, как всегда, хорошее, потому что солнце, море, температура воздуха гораздо приятнее, чем в Киеве на данный момент, поэтому... Ну, в принципе, сейчас в Египте Шарма-Шейхина начинается, можно так сказать, уже подходит ближе зимний сезон. Как вообще Шарма-Шейхина? Сколько там ситуация, обстановка? Открыты ли все отели? Дело в том, что я была в ноябре в Шарма-Шейхе прошлого года, вот, не сильно большой у меня перерыв был. Если честно, приятно удивлена, потому что вот по сравнению с ноябрем отмылся Шарма-Шейх, отели блестят, в принципе, подготовились они к сезону, и достаточно много уже на сегодняшний день людей, это, конечно, процентов, наверное, 50 будет украинцев, процентов, наверное, 30 это казахи, ну и оставшиеся вот кто-то из Европы. В принципе, все там в порядке, все хорошо, ты считаешь, что Шарма-Шейх готов встретить зимний сезон? Абсолютно, да. То есть они готовы, они очень сильно хотят нас там видеть и рады Украине, поэтому вперед. Ну, в принципе, все вот ли отели сейчас вот работают, которые, вот мы знаем, некоторые там, даже я когда была весной, некоторые были законсервированы. Как вот сейчас обстановка? Пооткрывались те отели, которые не работали, вот, допустим, летний сезон? Ну, основные такие базовые отели, которые, в принципе, продаются большим количеством агентов, они работают и, в принципе, они не закрывались. Если говорить про те отели, которые там на второй береговой линии, которые не очень популярны, то, да, они как стояли закрыты, так и стоят, в них нет необходимости просто. Потому что по ценам отели пятизвездочные будут сейчас гораздо выгоднее, чем те четверки, которые стоят на второй или на третьей береговой линии. Ну, а как вот официально, когда начнется вот зимний сезон в Египте? Сейчас, ты сказала, там очень комфортная погода, когда вот тоже стоит полететь? Ну, считается, что в Шарм-Аль-Шехе самый красивый коралл – это октябрь-ноябрь, потому что начинает свисти, поэтому, конечно, сейчас лучше всего ехать. Не забываем о том, что в Шарме есть такое понятие, как сезон ветров, поэтому, начиная с января, февраль, будет не так комфортно, как вот сейчас, например, осенью или весной, марта-апрель. Поэтому сейчас самое время туда уже лететь. Ну, давай поговорим о том, какие отели ты посмотрела, в каких отелях ты побывала, что там новенького. Давай пройдемся по каждому. Да, давайте пройдемся. Отелей мы смотрели достаточно много, но вот хочу… Ты выделила фаворитов, да? Выдели те, которые больше всего мне, допустим, нравятся. Итак, первый отель – это Мувен Пик Парк. Значит, отель находится в Наама Бэй, это самый центр Шарм-Аль-Шеха, поэтому, если вы хотите выходить за территорию отеля, гулять, то у него идеальное расположение. Отель имеет такую каскадную территорию. Те, кто будут ехать с детьми, обращайте внимание на то, что с колясками там сложно будет ходить. Поэтому все ножками. Если любите красивые виды, красивые фотографии, чтобы у вас были, то нужно ехать туда. Какие особенности вообще в Мувен Пике? Дело в том, что он, за счет того, что он находится в Нааме, там будет заход с берега, и вдоль всего отеля тянется красивый коралловый риф параллельно отелю. То есть вы, знаете, как на двух стульях посидели сразу и с берега зашли, потому что, кто знает, в Шарме заход только с понтона в основном, и плюс отплыли немножко дальше, посмотрели уже кораллы. А там есть понтон в этом отеле? Да, есть, там два понтона, они находятся немножко в стороне, но для того, чтобы вы могли кораллы посмотреть. Классно. Так, поговори о том, что этот отель такой каскадный, что с колясками там будет, ну, не то, что не совсем комфортно, да? Ну, как нам говорила гест-релэйшн, там, кстати, замечательная гест-релэйшн, ее зовут Инга, это видно, что человек живет этим отелем, поэтому как она относится к отелю, так она будет относиться к нашим гостям. Она говорит, что есть туристы, которые под мышку берут коляску, под вторую ребенка и без проблем спускаются. Вот, вы можете просто взять себе, например, корпус, который находится ближе к пляжу, ко всей инфраструктуре, ну, там, к ресторану вам нужно будет подниматься. Ну, в принципе, территория отеля большая. На кого ориентирован этот отель? Я так понимаю, что больше на какого отдыха? На романтичный отдых, в принципе, на семьи. Ну, с детьми можно, знаете, как для тех, кто хочет просто посмотреть шарм и хочет заходить с берега. В отеле есть вкуснейшее мороженое, а мувенпиковская, кто знает, это сеть. С 10 до 11 это абсолютно бесплатно. Потом у них есть так называемый чоколад ауэр. Это когда с 16 до 17 выдается шоколад. Значит, стоит повар, который при вас готовит разные виды шоколада. Это конфеты, это жидкий шоколад, горячий, холодный, в общем, все виды. Кстати, нам удалось попробовать, потому что мы обедали в мувенпике. В мувенпике мы видим видео «Чоколад Ауэрс». Да. Поэтому питание там отлично, там не будет, знаете, как трехметровой шведской полосы, как у многих есть такое впечатление. Но, тем не менее, все вкусно приготовлено. Мясо, первое, овощи, фрукты. Отель работает по системе питания, все включено, да? Да. В Египте все отели работают по системе питания, все включено. Кроме «Фор Сизенс», по-моему. «Фор Сизенс», «Хаят», они работают на базе «Завтра в завтрак ужин». И только в отеле «Риксес» Шарм-эль-Шейх и «Риксес Сигейт» у нас есть возможность жить на питании «Ультра». Все включено, там, где у вас будет дополнительно включен импортный алкоголь. Но мы сегодня вернемся еще к отелю «Риксес». В принципе, есть поведение итоги по отелю «Мувенпик». Чем тебе больше всего понравилось, какая у него изюминка, и какого бы ты туриста туда отправила? Дело в том, что я туда отправляла туриста. Ага, вот так вот. Поэтому для романтичного отдыха люди остались в восторге, потому что вы, если хотите лететь в январе либо феврале, вот как раз когда сезон «Битрофа», о котором мы говорили, то в «Мувенпике» абсолютно он не ощущается, ветер. То есть для тех людей, кто не очень хорошо плавает, хочет заходить с берега, для тех, кто при этом же хочет посмотреть коралл, и кто хочет выходить с территории отеля гулять все-таки. Ну и красивые виды, потому что там все замечательно. Замечательно. Есть ли у тебя стоимость на этот отель на ближайший период? Если рассматривать, например, октябрь месяц с 4-го числа, на двоих это будет 1466 долларов, точнее 1366, извините. Но понятно, что стоимость, она меняется, да, и в большую, меньшую сторону, поэтому уточняйте все у ваших менеджеров. Окей, у Екатерины Огнерубова также это агентство «Горяющих путек», «Пятый океан», который находится в Херсоне. Вот я бы в «Мувенпик» поехала, но мы начали только с первого отеля, мы будем двигаться дальше, потому что у нас есть еще несколько отелей. Да, на втором отеле я хотела остановиться, это «Султан Гарденс», он находится в самой красивой бухте Шар-Мальшейха, бухта называется «Шарксбей», кто не знает, это в переводе «Залив акулы». Но акул там нету, да? Акул нет, вообще в Шар-Мальшейхе акул нет. Нет, потому что акулы боятся кораллов. Итак, «Султан Гарденс», да, отель? «Султан Гарденс», да. Это один из топовых отелей по запросам туристов, во всяком случае в нашем городе. Что в нем мне понравилось? Значит, очень красивая зеленая территория. Она имеет тоже определенный каскад, но здесь уже будет вам комфортнее, если вы едете с детьми, потому что есть удобные проходы для колясок. Второй момент. Коралл находится прямо у отеля, то есть буквально 30 метров понтон плавающий, потому что бухта закрытого типа считается, и вы можете уже понырять в маску, ласты, трубку, одевайте, пожалуйста, у вас есть бесплатный коралловый риф. Что касается питания, я кушала в ноябре в этом отеле, нам удалось пообщаться, в принципе, с туристами, которые сейчас живут в отеле, сказали, что все нравится, то есть я не думаю, что оно ухудшилось. Для кого этот отель? Здесь уже, так понимаю, мы уже доступны на отдых с детками также. Да, однозначно, отель рассчитан на семьи с детьми, потому что есть детский клуб, есть детская анимационная программа, есть мини-лагуна такая, 2 на 2, наверное, метра, это детский заход в воду, то есть для детей. Для детей, для семей с детками. Помимо молодежи, будет ли там весело, интересно, есть ли, возможно, какие-то дискотеки, взрослая анимационная программа? Тут у нас мнение с нашим инфотуром разделилось 50 на 50. Кто-то говорит, что когда он отдыхал, а не был в инфотуре, им было скучновато, потому что он больше на детей ориентирован. Кто-то говорит, что им удалось очень весело там погулять. Ну, это уже, наверное, субъективное мнение каждого. Окей, а этот отель, есть ли на него стоимость? Да, Султан, опять-таки, на 4 октября 1170 долларов на двоих будет стоить. Для него это замечательная цена, потому что если мы будем с вами приближаться к праздникам или к Новому году, стоимость приблизительно Султан поднимается к полутора тысяч. Окей, это второй отель, первый отель был Moving Peak, второй Султан Гарденс, двигаемся дальше, что у нас еще там. Ну, кстати, это твои видео авторские, да? Это все снимала Екатерина, вот видео для нас, для Bombardier TV, мы видим. Все это еще будет монтироваться в полноценные ролики про каждый отель, с комментариями моими личными. Ну, вот вы сами видите, что Султан – безумно зеленый отель. Это, кстати, видео с Moving Peak. Немножко, ну да, спасибо. Это пляж Султан Гарденса. То есть вы видите, что заход есть небольшой для детей, понтоны короткие, их там два, они все работающие, без проблем вы с детьми сможете взять. Ой, какая красота. Ой, так, давайте дальше. То, что так хочется отдохнуть в Египте этой осенью. Да, третий отель, на котором мне бы хотелось остановиться – это Барон. Поразил меня так же, как и Moving Peak, отели достаточно высокого уровня. Что в нем понравилось мне больше всего – это пляж. Такого пляжа, как в Бароне, я, наверное, за этот рекламный тур не видела, в принципе, нигде. Ну, я не была в самом Бароне, я жила в соседнем отеле Коралл Сисенс Сатори 7 ночей, 8 дней. Пляж там действительно классный, хороший, риф, красивый. Ну, там пляж мы буквально рядом находились. Ну, это соседний отель. Соседний отель, я думаю, что у нас пляж плюс-минус был похож. Но действительно, когда знакомились с туристами, на пляже, конечно же, поболтать, то отзывы об этом отеле были отличные. И правда, пляж там шикарный. Пляж отличный. Во-первых, вы, когда заходите в отель, вы понимаете, что вы в отеле высокого уровня, потому что вас встречают в красивой форме, профессионалы своего дела, вы видите награды, которые, ну, только что было на видео, которые есть в отеле. Основные изюминки какие? Красивая территория, отличный пляж с заходом в воду. Отель, конечно, больше ориентирован на взрослого туриста, для спокойного, такого релакс-отдыха. И хороший номерной фонд. Потому что кто был в Египте, наверное, знает, что номера подхрамывают, особенно их чистота, хотя в этом году все значительно лучше. Может быть, Жанна, ты у меня хочешь что-то еще спросить? Нет, я просто, на самом деле, немножко окунулась в воспоминаниях, то, что я видела этот город, этот пляж, этот вид, и там, правда, очень классно. Извини, пожалуйста, я, знаешь, я так вспомнила, знаешь, на секундочку, о своем таком прекрасном отдыхе. И вот классный отель, я вижу номерной фонд, и все-все-все, и питание. И действительно, те вот друзья, ребята, с которыми мы познакомились по соседству, мы потом ездили с ними, господи, в старый город. Это там, в противоположный город. Да, но вообще, могу сказать, никак это нас не смотило, то, что нам было проехать 22 километра, мы вышли. Мы даже не торговали с таксистом. Мы, отельное такси, оно стоило 7 или 10 долларов, и причем, а, и мы за 15 в 2 стороны, и это меня удивило, что таксист нас ждал. Он говорит, вы, типа, гуляйте, сколько вам нужно, но я вас подожду. И, получается, он сначала завез наших друзей в барон, и мы поехали, пошли в Сансатори. Ну, в принципе, отель прекрасный, там очень классно, там очень красивый риф. Я знаю, что просто немного соскучилась по такому отдыху. И, что классно, там рядышком есть вот этот променад, я его узнала. Там есть цивилизованный такой, можно сказать, рыночек. Там, видимо, была там, там магазины. Мы там можем купить клубнику, манго. Сейчас, кстати, сезон манго, да, поэтому... И вот этот пляж, вот, ну, идет барон, идет Сансатори, и дальше ничего нету слева. Там, вот мы ходили далеко-далеко-далеко. Ты меня как раз опередила, да. Для тех людей, которые хотят выходить за территорию, ну, вот так, чтобы у вас, как в Султане, да, вы вышли 5 минут или 10, и у вас сухо-сквер. Это прогулочный променад, где магазинчики, рестораны, кафешки. То барон находится в бухте Рассум-Сид. Это бухта, которая не имеется за территорией отеля практически ничего. Да, поэтому вам все-таки нужно будет подготовиться финансово, если вы хотите выезжать на такси. Вот, как ты сказала, цены такие же сейчас на такси. Посмотрите, кстати, какое питание в бароне. Там вот эти хлебобулочные изделия, это целая такая стойка, это все свежее. Вот повар хотел очень сильно сфотографироваться, но не понял, что это было в виде. Но ничего. Все очень красиво, ярко. В общем, сразу хотят покушать в этом отеле. Какая цена? Сколько стоит барона? Не успела по барону просмотреть. Ну, ориентировочно, да. Коапазон, если мы берем 7-дневную программу, это от 1900 и выше. Ну, вот такая вот отель, вот такой отель уровня. Друзья, если вы хотите, действительно, там очень классно. Я была хоть и в соседнем, но чуть-чуть, на минуточку, была и в бароне. Это очень прекрасный отель. Двигаемся дальше, что у нас есть еще? Да, дальше у нас будет отель, который называется Nubian Village. Это отель, в котором мы жили первые 4 дня в рамках рекламного тура. Это отель, который идет попроще, на фоне всех тех, которые мы просмотрели. Его плюс – огромная зеленая территория. Там, где у вас на каждом шагу пальмы, кусты, какие-то цветочки, все это пахнет. За территорией действительно следят, потому что люди каждый вечер там что-то подрезают, чистят. И нет неприятного запаха. Кто был в Египте и знает, все зеленые отели обрабатываются какими-то химикатами. Да, это правда. Здесь этого неприятного запаха не было. Какие особенности? Отдыхает очень много людей с детьми. То есть это такое для семейного уже. Те, кто молодой и активный, ну вот, я так скажу, нам, 20 человекам, нечем было заниматься в отеле. Молодым, активным. Да. Те, кто хочет спокойный отдых, в 11 часов заканчивается Владимирский централ, ветер северный. О! Да, там было и заниматься. Уходит в свой номер и спит. Кто хочет быть? И хотел сказать, продолжает банкет, а ты так спит. Но создавалось именно такое впечатление в этом отеле. По питанию. Ну, если откровенно сказать, хотелось бы, чтобы оно было более разнообразным. Хотя вот в последний день нам давали и креветки, и крабы. Может быть, это у нас уже такое субъективное отношение. Ну, потом просто был Мувин Биг, потом был Барон и Риксос. Просто это немножко, ну, это тоже пятизвездочный отель. Да, это отель пять звезд. Он находится в регионе Напкбей. Это самая верхняя бухта. Она будет самая ветреная, если мы с вами говорим, заперет январь-февраль. Но, обратите внимание, за счет того, что корпуса друг на друга смотрят, не будет на территории отеля холодно. То есть на пляже, да, вы будете ветер ощущать. Из минусов. Четко выраженные отливы. То есть если уходит... Так же, как и Риксоса. Да. Если уходит вода, к сожалению, ничего красивого на пляже вы не увидите. Здесь вот нам повезло так заснять, потому что был прилив. Пантон, кстати, не очень длинный, это порядка 50 метров, немножко больше. Там, где он заканчивается, у вас живой коралл, вы плаваете, ныряете, рыбки там есть. Как я хочу! Слушай, у меня такие видео классные, действительно такие красивые отели все с прекрасными пляжами, с прекрасным кораллом, рифом. Ты на этот отель стоимость, ну, ориентировочная? Ориентировочно он в диапазоне 1100-1200 бывает дороже. Поэтому тут нужно просмотреть, по нубе оно, к сожалению, тоже, извините, не успело просмотреться. Ну, мы примерно, потому что цена нестабильна в любом случае, она меняется. И цена актуальна вот именно на момент бронировать. То, что бывает, очень многие наши эксперты рассказывают о том, что, ой, мы пришли, вышли, 5 минут там подумать, пришли, а уже цена бывает такое, что изменилось. Бывает, ты составляешь с туристом договор, подписываешь его, принимаешь оплату, а цена у нас поменялась. Пока ты не нажал кнопочку «Забронировать», туристы, помните об этом. Есть, кстати, в Нубе они аквапарк, есть отдельная секция для детей и есть и горки для взрослых. Ну, это Екатерина Агнирова. Итак, ну, классный отель, двигаемся дальше, еще у нас парочку есть, да? Да, и хотелось остановиться на двух еще вариантах. Это Новотель. Даже про него не слышалось, про эти все я слышала, про Новотель еще даже не слышала. Новотель находится там, где старый город, куда ты ездила, то есть это бухта Хадаба, самая нижняя. Он состоит из двух отелей. Новотель Паум, который вы сейчас видите, это отель на второй береговой линии и Новотель Бич, он на первой береговой. Да, тут такая интересная ситуация по отелям. Тот, который на первой береговой, считается попроще по уровню, но стоит выше, потому что он находится все-таки ближе к морю. Вот наши девчонки. Красавица. Кто на второй береговой, вот Новотель Паум, лучше по номерному фонду, площадь комнат будет больше, и он ориентирован на деток. Именно тот отель, который на второй береговой линии. Ну, для кого ты его рекомендуешь? Семьи с детьми. Вообще, по Египту я вам так хочу сказать, что... Какая бояшка, да? Да, сама засмотрелась. По Египту. Можно ехать всем категориям туристов, во все отели. Просто нужно понимать, как вы хотите отдохнуть. Конечно, если вы хотите поспать, чтобы вас никто не трогал, то, наверное... На Ворон. Да, нужно лететь в Ворон или в Нубия. На пятойке отталкиваться от бюджета. Какая цена? Мне кажется, что этот отель немножко дешевле будет, или я ошибаюсь? Дело в том, что Новотель будет стоить, вот я просмотрела, на 4 октября, тысячу два доллара. На 7 ночей, на Вотель Паум, который на 2-й береговой линии. Ну, Биан Вилыч, как правило, стоит немножко дороже. Дороже. Но Новотель Паум будет по уровню повыше. Повыше. Да, поэтому обращайте тоже на это внимание. Плюс, если вы хотите выйти за территорию отеля погулять, там есть старый город, шикарная мечеть, которая наконец-то достроилась. Все чисто, нет неприятных запахов, которые были в ноябре, например. Доброжелательные, кто они, господи, местные жители. Ну, действительно, в старый город, но не купить что-то там очень сложно. То, что всех тебя приглашают, тебе в лавки, в магазины и мечеть. Ну, там очень классно. Возможно, посмотрите, мы проходили, там была такая отдельная зона дискотек огромная. Там, мне кажется, вечная вечеринка, вечный праздник. Немножко дальше, за старым городом, будет находиться дискотека Тадж-Махал, на которой мы висели, кстати, тоже. Считается одна из самых больших дискотек в рамках города. То есть, Dolce Vita, она, конечно, будет больше, но она в пустыне находится. Быстрее. По новотеле, что еще всем понравилось, все были в восторге, это, конечно, пляж. Есть заход с берега, есть также коралл, то есть, тоже можно совместить. И сама пляжная линия достаточно широкая. Окей, еще остался у нас один отельчик, у нас там 5 минуток еще. Да, остался мой любимый отель, это Риксос Шармакшель. Да, его любимый. Я там отдыхала в апреле, ой, это было прекрасно, 10 ночей, 11 дней, и вот первое, что ты заходишь, ты видишь эту огромную люстру, да, ты имеешь старый ресепшн, новый ресепшн, но ты зашел, мы прилетели в 7 утра, и в 7.15 мы уже были в нашем прекрасном номере с видом на море. Да. А чем нравится Риксос? Это для любителей Турции все-таки. А, мне, кстати, мне показалось, что я там в Турции. То, честно, мы прилетели, апрель уже было в Украине достаточно, ну, теплый был тогда апрель, это был в прошлом году, и мы, получается, прилетели, и мне несколько раз показалось, что я в Турции. Вот мне показалось, что в Украине лета это 100%, это правда. Турецкая концепция, которая есть в Египте. Вы знаете, здесь из минусов вообще для меня ничего нет. Ну, только уходящее море, вот для меня был минус. Для тех, кто хочет рыбки, кораллы, дайвинг, снорклинг, в Риксосе 140 метров понтон, вода будет уходить, по пляжу, возможно, будут у вас тоже какие-то замечания определенные. Ну, там классный бар на пляже. Там классный бар, там шикарная территория. Вы заходите в отель и сразу чувствуете, что к вам относятся как к королям. Могу рассказать историю про Риксос. Мы были в каком-то... это был первый или второй день, мы были в кайфе, нам все так нравилось, в прикрану, и у нас был у меня фотоаппарат Nikon, зеркалка. И мы фоткали что-то там на газоне, ну, понятное дело, девочки пошли обедать. И я понимаю, что нету фотоаппарата, но нету, ну, я думаю, в панике, боже мой, как так? В первые два дня потеряется нам фотоаппарат. Мы пошли на ресепшн, сказали так-то и так-то, потеряли там-то, там-то. Мы пошли в Lost and Found, он в картонном конверте, в пакете, подписан, с описанием, где нашел. Нам его вернули, за пять минут я написала, что да, я приняла, и все в порядке. Вот в этом плане тоже очень спокойно, можно оставлять любые вещи, вот как мы оставили на газоне. Это никто ничего никогда не возьмет. Риксос подойдет для тех людей, которые хотят классный отдых на территории отеля. Вот в котором море супер, что оно есть, отлично, что оно красное. Мы, может быть, дойдем до конца плантона и разочек окунемся, и хотят отличный сервис на территории. Это огромные высеченные пальмы, это прекрасная анимация, это шоу, которое приводится, местная команда аниматора. Там, по-моему, один только выходной был, когда была местная анимация, там каждый день огромного масштаба шоу. И рынок привозной был, и арабская какая-то, и египетская ночь была. И каждый раз с новой программой, там, боже, я тут имею в виду про отдых, такие воспоминания. Там на пляже есть отдельная такая зона дискотеки, и там каждый вечер еще, помимо какой-то основной анимации, в 11 часов ты можешь идти на пляж, там есть бар и дискотека, ты там танцуешь, там до вдух. Да, кстати, по поводу пляжа, то, что ты сказала по бару, нигде в Египте вы не встретите ни в одном отеле бар, который работает на пляже после 6 часов вечера. Садится солнце, все это закрывается в целях безопасности. В Риксосе есть отдельный бар, где вы можете взять напитки, закуски, посидеть, полюбоваться морем, пообщаться и продолжить свой отдых. Ну, в принципе, наше времечко, вот мы уже, наше экспертное время, уже потратили с такой огромной пользой. Твой личный вот отзыв о Египте вот в этом сезоне, что будет лучше, что, возможно, хуже, и пожелание для тех туристов, которые очень хотят отдохнуть в Египте этой зимой и весной. Пожелание такое начинается бронировать уже сейчас, если вы хотите хорошую цену словить. Это первый момент. Озвучивайте своим персональным менеджерам, что вам важно для отдыха. Потому что, если вам важна только зеленая территория, а еда действительно нет, можно в один отель вас отправить. Если вы хотите, чтобы у вас была красная рыбка параллельно или там какой-то импортный алкоголь, то это уже другой отель. Я думаю, что сезон будет хороший, потому что, насколько я знаю, за неделю цены немножко выровнялись в лучшую сторону для туристов. Погода прекрасная на данный момент, это плюс 40, 35, 38 доходит. Принимайте солнечные ванны, загорайте. Безопасные. Для тех, кто любит кораллы, рыбки, хочет плавать, увидеть безумно красивый бирюзовый цвет Красного моря, отправляйтесь в шар. Екатерина Агнируба была в нашей студии, агентство горячих путевок «Пятый океан». Постоянно наш по скайпу эксперт, эксперт наших региональных хит-паратов. Спасибо большое, что была сегодня у нас. Спасибо, что пригласили. Будем ждать твоих включений уже из Херсона. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok